С 1 марта в Минской области и в Солигорском районе в частности будет введен запрет на лов щуки, который продлится до 15 апреля. Вылов данного вида рыбы во время нерестового запрета влечет серьезную ответственность. За каждую незаконно добытую щуку придется возместить ущерб в тройном размере по 9 базовых величин. Также рыбаку может грозить штраф в размере от 20 до 50 базовых величин, согласно статье 15.35 Кодекса об административных правонарушениях. В этом случае, если сумма незаконного улова составит 100 и более базовых величин, для нарушителя может наступить уголовная ответственность и более суровые санкции. Если случайно попадается та или иная особь тому, кто ловит рыбу, и он надо выпускать в ее естественные условия обитания. Ценность рыбы заключается, наряду с иными нашими рыбами, такими как судак, сом и так далее, в том, что сама по себе щука, она принимает участие в регулировании в целом всей их теофауны, водных объектов. Она оздоравливает, так скажем, иные популяции рыб. То есть, по своей сути, это хищник. Поэтому законодательно, ну и с точки зрения природоохраны, наиболее этот вид, и в связи с тем, что с особенностями ее развития, установлен такой продолжительный запрет. Полтора месяца. Понимаем, да, если одна особь, это 9 базовых величин, то уже 11 особей, это уже будет состав. Поэтому стоит подумать. Уголовная ответственность, она предусмотрена у нас в виде штрафа, ареста, ограничения свободы до двух лет. Есть определенное стремление пресечь и предупредить эти виды правонарушений. Ну и, конечно, хотелось бы обратить внимание, граждане, на наличие и общего запрета, который будет установлен у нас уже с 1 апреля и продлится до 30 мая. Этот запрет связан с выловом любых видов рыб, но не касается любительского рыболовства. Любительское рыболовство у нас остается, только на него есть определенные условия. Это у нас, соответственно, осуществление лова на одну удочку с одним крючком, либо использование спиннинга с одной приманкой, с одним одинарным, двойным или тройным крючком, без захода в воду.